Прощание Прощание Визит Патриарха, крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Серпухове. Путь миротворцев. В Выжгороде прошли торжества по случаю тысячелетия памяти святых Бориса и Глеба. Территория добра. Больная диабетом Александра Лапина. День Матери. В Запорожье почтили матерей, чьи сыновья погибли на Донбассе. Радость общения. В Украине прошел первый православный фестиваль глухих и слабослышащих. Великая в Малом концерт мужского хора «Оптина-постынь» в Днепропетровске. 18 мая в день празднования иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» святейший патриарх московский и всей Руси Кирилл посетил город Серпухов. 18 мая утром предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Высоцкий мужской монастырь города Серпухово, где хранится чудотворный образ Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Святейший Владыка посетил Покровскую Церковь, где приложился к мощам преподобного Афанасия Высоцкого. На монастырской площади, где был установлен престол, предстоятель Русской Церкви совершил божественную литургию. После сугубой ектинии святейший патриарх вознес молитву о мире в Украине. Святейший патриарх московский и всей Руси Кирилл обратился к верующим с проповедью. На память о посещении предстоятель Русской Церкви подарил обители евхаристические сосуды и пасхальные покровцы. Затем святейший патриарх московский и всей Руси Кирилл возглавил крестный ход щедотворным образом Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на центральную площадь Серпухова. В этом году Православная Церковь отмечает тысячелетие мученической кончины святых князей Бориса и Глеба. Этих святых почитают прежде всего из-за их стойкости в сохранении мира на родной земле даже ценой собственной жизни. Как известно из истории после кончины равноапостольного великого князя Владимира, Киевская Русь находилась в шаге от кровавой смуты, но святые братья-князья Борис и Глеб выбрали иную стезю – блаженный путь миротворцев, положивших свою жизнь, чтобы спасти других и сохранить родину от разорения, распри и взаимной ненависти. В Вышгороде Киевской области прошли торжества по случаю тысячелетия памяти святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Символически, что именно в Вышгороде, городе, на ербе которого изображены святые Борис и Глеб, особые торжества. В этом городе тысячу лет тому назад они были похоронены, отсюда и пошла о них слава. Братья Борис и Глеб – первые русские святые, канонизированные как русской, так и Константинопольской церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Князья Борис и Глеб приняли мученическую кончину от своего старшего брата, святополка. Он, желая власти киевского князя, приказал своим воинам убить младших наследников святого Владимира. На научной конференции, которая прошла в Вышгороде, ректор Киевской духовной академии и семинарии Владыка Антоний отметил, что святые Борис и Глеб добровольно приняли мученическую смерть, чтобы не спровоцировать братоубийственную войну на Руси. Для языческого мира такой подвиг был абсолютно непонятным и неестественным. С точки зрения языческих представлений о государстве, добровольный отказ от власти выглядел как слабость. С точки зрения Евангелия, которое учит «не любите мира, ни того, что в мире», поступок Бориса и Глеба – это проявление христианского мировосприятия. Сегодня, когда наша многострадальная страна балансирует на грани братоубийственной войны, когда мы вновь и вновь чувствуем в себе соблазн ответить злом за зло, нам необходимо вспомнить святых Бориса и Глеба. После литургии состоялся крестный ход от церкви Бориса и Глеба к памятнику святым князьям. Вместе с тверянами и его блаженством путь преодолели митрополит Выжгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, епископы Боярский и Феодосий, Ирпенский и Климент, Бородянский и Варсенофий, секретарь Бориспольской епархии протеерей Константин Пилипчук, настоятель храма святых стастотерпцев князей Бориса и Глеба протеерей Дмитрий Денисенко, и духовенства епархии. Там, у монумента, был отслужен молебен святым князьям-страстотерпцам и вознесена молитва о мире. Мы молимся сегодня святым-страстотерпцам, чтобы они выпросили у Бога мир на нашей земле, чтобы на донбасской земле перестала литься братская кровь, чтобы мы не убивали друг друга, но чтобы смогли посмотреть друг на друга во Христе, не через пелену земных своих интересов, но через призму вечной божественной правды. Под открытым небом, около памятника святым Борису и Глебу, которые являются небесными покровителями земли украинской, молились о мире и о прекращении кровопролития. Святые братья Борис и Глеб засвидетельствовали, за зло нельзя платить злом даже под угрозой смерти, не бойтесь убивающих тела, души же, не могущих убить. И даже если ты с мечем в руках, то должен быть с добром в сердце. Каждый выход в эфир «Территория добра» дарит надежду ее героям, и как радостно, когда эти надежды оправдываются, и помощь действительно приходит. В апреле мы рассказывали вам о трехлетнем Максиме Бабкове. У малыша прогрессировал порог сердца, но родители тянулись с операцией из-за непомерно высокой цены на нее. Сегодня Максим здоров, его успешно прооперировали в клинике Амосова. Оплату за лечение, 85 тысяч гривен, собрали с помощью зрителей нашего телеканала буквально в течение двух недель. Мы искренне благодарим каждого зрителя, кто откликнулся на просьбу, и надеемся, что и наш следующий герой, а точнее героиня, вызовут ваше живое участие. Внешне Сашенька Лапина ничем не отличается от своих здоровых сверстниц. Мечтает снять видеофильм о друзьях, отважно осваивает роликовые коньки. Ей некогда скучать, дома ее ждут. Неоконченные рисунки и любимая петляковская роспись, вышивка бисером, и только родные да близкие Саши знают, что залог здоровой живости ребенка – маленький приборчик у пояса. Это помпа, запрограммированная подавать инсулин в организм девочки. Сашенька, вот уже шестой год больна диабетом. Случалось это все так внезапно, неожиданно даже. Это был как гром среди ясного неба для меня. И таким очень сильным шоком. Ну, ничего, как-то мы уже привыкли к этому, адаптировались, научились жить с этим за этот период. Так что, ну, поначалу было очень трудно. Елена Петровна с горечью вспоминает, как однажды ее прежде абсолютно здоровая первоклассница стала жаловаться на слабости и без конца просить пить. Встревоженная мама не откладывала визиты к врачам. Результаты анализов подтвердили ее худшие опасения. У дочери диабет – самые тяжелые формы. Первого типа, при котором уровень сахара в крови сильно колеблется. Меня очень тошнит и постоянно хочется спать. Я понимаю, что это у меня высокий сахар. Когда у меня низкий сахар, у меня очень трясутся ноги. Я с трудом передвигаюсь. Кружится голова. Как любой ребенок, Сашенька любит сладости. И поначалу втихомолку лакомилась с подружками конфетами. Но теперь она повзрослела и легко соблюдает установленный режим. Сладкое только согласие мамы. Мы взвешиваем все продукты исключительно после взвешивания. Мы взвешиваем хлеб, фрукты, кашу, все-все-все, кроме супа и чая. Саша кушает почти все. Но все продукты необходимо взвешивать, чтобы точно можно было посчитать количество хлебных единиц. Поначалу Сашеньке кололи уколы до пяти раз в день. Но ежечасно контролировать состояние ребенка Елене Петровне было крайне трудно. Большую часть ее времени отнимала работа. Девочка растет без отца, и на матери целиком ложится забота о достатке семьи. Врачи подсказали хорошее, но, увы, слишком дорогостоящие решение проблемы. Ребенку может помочь инсулиновая пумпа. Еще в 2011 году я обратилась в Украинский фонд помощи. И вот в 2012 году, в феврале, нам при помощи читателей Украинского фонда нам была собрана необходимая сумма, закуплена инсулиновая пумпа и необходимые расходные материалы на определенный период времени. И вот мы с тех пор, с февраля 2012 года, уже на пумпе. Большую часть расходных материалов к помпе за минувшее время уже израсходовали, и совсем скоро прибор окажется недееспособным. По правилам, инсулиновый катетер нужно менять один раз в три дня, и каждая такая замена обойдется в 350 гривен. Но отказаться от помпы значит подвергнуть риску ребенка, который сам контролирует свое самочувствие. А пока девочка живет при поддержке инсулиновой помпы, мама спокойна. Ну и, конечно, все в телефонном режиме. Она мне звонит и говорит, что сахар такой-то, помпу предлагать только вести инсулину, я буду кушать то-то. Ну вот так. Созваниваемся, консультируемся. Но она все время у меня под контролем. Сашенька ежегодно проходит лечение в стационаре Ахмадета. В остальном же жизнь девочки течет, как обычно. Школа художественной студии, любимые книги. Саша большая фантазерка, она любит читать фэнтези и сказки. И искренне верит в то, что чудо может произойти с каждым из нас. И в своей жизни она тоже ждет чуда. Я бы хотела, чтобы со мной произошло чудо. И чтобы я поскорее выздоровела. Мне не нравится болеть. Сейчас Сашеньке и ее маме нужна наша с вами помощь. Для приобретения очередного комплекта расходных материалов для инсулиновой помпы необходимо собрать 45 тысяч гривен. Если у вас есть возможность помочь девочке сохранить активный образ жизни, свяжитесь с ее мамой Еленой Петровной Лапиной по телефону 096-296-74-13. Также историю девочки вы можете прочитать на сайте YouFund.ua. Поможем, Сашеньке, вместе. Далее о хиротонии православного священника в Китае и о возобновлении богослужений в православном храме в турецком городке Минэмэн. В эфире Международные новости. В Китае впервые за много лет будет совершена хиротония православного священника. В сан будет возведен этнический китаец, получивший духовное образование. Соответствующие договоренности достигнуты между председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Илларионом и государственным управлением Китая по делам религии. Предполагается, что будущий священник будет служить в Покровском храме Харбина. Также достигнута договоренность, что и в дальнейшем будут рукополагать во священники представителей этнических китайцев. В турецком городке Минэмэн вновь открылся православный храм святого целя Константина. Церковь была заброшена в 1922 году после обмена населением между Грецией и Турцией после Первой мировой войны. 93 года в храме не совершалась литургия. Первую Евхаристию после такого длительного перерыва совершил патриарх Константинопольский Варфоломей. На церемонии открытия храма мэр города отметил, что задача современной Турции дать возможность каждому исповедовать свою веру. Сегодня бывший в полном упадке храм полностью восстановлен. На подворье русской духовной миссии в Магдале школьники из России разбились в честь победы во Второй мировой войне. Всего было высажено более 20 саженцев апельсиновых, персиковых и оливковых деревьев. В акции, посвященной 70-летию победы, также приняли участие сотрудники русской духовной миссии в Иерусалиме. Юные паломники являются участниками ансамбля народного танца «Калинка». Они находились на Святой Земле с гастролями. Дальше в программе вы увидите. День матери. В Запорожье почтили матерей, чьи сыновья погибли на Донбассе. Радость общения в Украине прошел первый православный фестиваль глухих и слабослышащих. Великая в Малом концерт мужского хора «Оптина пустынь» в Днепропетровске. В мае в Украине отмечают День матери. В Запорожье чествовали матерей, чьи сыновья погибли на Донбассе. О празднике со слезами на глазах далее в нашем сюжете. После Дня Победы в Украине отмечают День матери. В этом году особенно хочется уделить внимание тем матерям, которые совсем недавно потеряли своих детей. Женсовет Запорожской епархии решил устроить встречу для запорожских родителей, чьи сыновья погибли на юго-востоке Украины. В День матери в Покровском архиерейском соборе отслужили литию о погибших воинах, а затем для их родителей состоялся небольшой концерт «Джива онлайн» и праздничное угощение, после которого все имели возможность пообщаться друг с другом и архиепископом Лукой. Я мама погибшего воина Говорухи Саши, погибшего 15 февраля этого года. За 20 минут до перемирия их обстреляли с Града под Тебальцевым. Есть комитет солдатской матери, одна из участниц, секретарь Света Сиротина. У него сын погиб в августе месяце. А похоронила она его только в декабрь месяце, только нашла в декабрь месяце. Она позвонила, поверила, что будет молебень, посвященный Дню матери и погибшим нашим мальчикам. Я отец погибшего, один из первых запорожцев, который погиб 4 июля 2014 года. 22 года в возрасте. В Запорожье в этом храме служит Господу мой одноклассник, отец Константин. И узнав о том, что я нахожусь в военном госпитале в Запорожье, он пришел меня проведать. Сегодня проходила молитва о погибших воинах в зоне АТО. Я пришел помолиться о своем друге Денисе Голубеве, который погиб в зоне АТО в феврале месяце. Тяжело найти то, что утешит души мам, которые никогда уже не услышат слов поздравления от своих погибших сыновей. Не просто исцелить эти материнские раны, надежда на церковь, на ее спасительное слово. Ничто не дает нам такого опыта, как личное общение с людьми, так сказал патриарх Кирилл на одной из встреч с молодежью. Среди нас живут те, кто в силу недуга ограничен в общении, а те люди из мира тишины, не слышащие. Усилиями клириков и прихожан Украинской Православной Церкви впервые был проведен фестиваль, подаривший радость общения глухим и слабослышащим людям из 12 городов Украины. Организаторами Первого Всеукраинского Православного Фестиваля Неслышащей Молодежи Первомайские Встречи выступили Вознесенская епархия и Киевская община глухих при Свято-Троицком Ионинском монастыре. Он прошел с 8 по 10 мая в районе города Первомайско-Николаевской области. Открытие началось с молебна, который возглавил инициатор молодежного слета, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий. Фестиваль собрал 70 участников из 12 городов. Гости были искренне благодарны клирикам Вознесенской епархии за гостеприимство, комфортные отели, хорошо организованное питание. Лично для себя я поставил приоритетом это совет, что надо советоваться в каждой сфере с тем человеком, который он профессионал, со спарщиком, как сконструировать эту сцену с конструктором, с поварами, кто главный, как собрать этих людей, собрали прихожан. Параграмма была рассчитана на три дня и предлагала участникам увлекательные занятия, главное многообщение и совместную молитву. Первый день был посвящен презентации деятельности православных общин неслышащих людей в разных городах Украины и знакомства участников. Второй день был самым насыщенным, начали с общей молитвы, затем были беседы со священником о литургии, семье и сектах, далее, следуя программе, были активные игры в командах, организованные православными скаутами Украины. Вечер был творческим, участники показали свои таланты. Для всех стало радостным открытием, что одна из участниц молодежного слета известная художница Алина Дудник, очень юная, всего 16 лет и очень талантливая. Я начала рисовать в 7 лет. Мне очень нравилось рисовать фантазию. Третий день стал кульминацией фестиваля. Литургию служили двое владык, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий и епископ Кременчукский и Лубенский Николай. Им сослужили священники, приехавшие на фестиваль. Все участники причастились к святых христовых тайн. По окончании литургии владыка Алексий сердечно поблагодарил организаторов. Хотелось бы, конечно, отметить тех людей, которые приехали, которые не посчитали со своим временем, со своими средствами, но нашли время и возможность, чтобы посетить наши святы, собрания. Участниками и соорганизаторами Первомайских встреч были также студенты Киевской духовной семинарии. Для них этот фестиваль стал своего рода практическим занятием. С преподавателем Анной Блащинской они изучали основы жестового языка и психологии глухих людей. Нам это интересно, и мы бы хотели этим заниматься. Все что-то рассказывают, показывают жестами. Все люди очень открыты. С ними есть о чем поговорить. Неслышащие участники светились от счастья. Кто-то здесь встретил своих старых друзей, которых жизнь разбросала по разным уголкам Украины, а кто-то нашел новых. Было видно, как они не могут насытиться общением и жаждут продолжения. Я очень рада, что попала сюда. Хочу, чтобы такие встречи проводились и в дальнейшем. Такие фестивали очень важны. Глухие люди из разных городов познакомились, подружились. Это важно – собираться вместе, чтобы помогать друг другу духовно возрастать. В следующем году, да и вообще каждый год надо собираться. Обязательно нужны такие встречи. Познакомиться, найти друзей, приятно пообщаться на луне природы. Все прекрасно. За время фестиваля все – батюшки, сурдопереводчики, студенты семинария и неслышащие молодежь – успели сдружиться. Хочется верить, что такие встречи будут проводиться регулярно. «Великое в малом» – так называется новый музыкальный проект, который был представлен в Днепропетровске. В самом названии заложен духовный и философский подтекст. Новый проект призван продемонстрировать, что не только крупные, но и малые художественные формы способны раскрывать огромные пласты культурного и духовного наследия. На презентацию проекта организаторы пригласили музыкальный коллектив с мировой известностью – это мужской хор «Оптина пустынь». На концерте уникального коллектива побывали и наши журналисты. Знаменитая на весь мир благословенная «Оптина пустынь». Как много людей стремилось побывать в ее стенах. «Оптина пустынь» всегда раскрывала человеку глаза его души, заставляя перевести взгляд из-под ног на небо и увидеть в нем вечность. У жителей Днепропетровска появилась прекрасная возможность, не преодолевая тысячи километров, приобщиться огромному духовному богатству «Оптиной». В Днепропетровске в рамках нового музыкального проекта «Великое в малом» состоялось выступление мужского хора «Оптина пустынь». Организатор проекта – арт-студия «Олкбасбэнд» при содействии Центра православной культуры Лестницы. Сегодня презентация нового музыкального проекта «Великое в малом». Самое главное, что он имеет этот проект, наверное, не только духовное содержание и понимание, но и какой-то особый символизм. Потому что в проекте «Великое в малом» будут звучать и принимать участие коллективы малых форм. Дуэты, трио, квартеты, квинтеты, ансамбли и камерные составы. Соответственно, будет возможность у зрителя как раз услышать великую, настоящую, благородную музыку, но в малых формах. В театре, где проходил концерт коллектива «Оптина пустынь», не было ни одного свободного места. Как обычно, новый музыкальный проект получил благословение и молитвенную поддержку митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. Музыкальный проект «Великое в малом» проходил в светлые пасхальные дни. Поэтому и концерт называется «Пасха Христова. Радость всему миру». Простимся, воскресенье, и такова забивим. Христос воскресенье, и смертью смертью смерть поправ. Исущего гробе живет дорогу. Хор «Оптина пустынь» стало возвращение к жизни шедевров древнерусского певческого искусства. И ту музыку, которую мы поем, она сформировалась. Она сформировалась на этих территориях, да, населяемых совершенно верно славянами. Но опять же, а с чего она сформировалась? Откуда она пришла? Она пришла из Древней Византии. Откуда она пришла из Византии? Она пришла в честь и из Древней Иудеи тоже. Это все настолько перемешано. А вот слово Божье, слово Христово, оно дает совершенно другой этому толчок. Коллектив выпустил в свет 12 сольных альбомов и дает до 70 концертов в год, оставаясь в то же время церковным коллективом, принимающим участие в ежедневных богослужениях подворья. Приезд в Украину в такое непростое время очень важен для этого коллектива. То, что мы сейчас находимся здесь, это для нас, конечно, архиважно, как для музыкантов, для людей верующих. Потому что именно вера Христова, Божья вера, да, дает всем нам возможность и, я бы даже сказал, обязанность в тяжелые моменты испытаний уметь приподняться над теми сиюминутными политическими, экономическими интересами и стараться в любой ситуации, прежде всего, добороться и оставаться людьми. Программа концерта состояла из двух частей. Сначала были исполнены церковные песнопения 17-20 веков, а во второй части прозвучали народные песни. И если церковную музыку зал воспринимал с благоговением и в полнейшей тишине, то во второй части с аплодисментами и улыбками. Именно так зрители реагировали на старинные русские песни. Особое впечатление на зрителей произвел Владимир Миллер, обладатель великолепного баса Профунда, нижайшего из возможных человеческих певческих голосов. «Ты моя звезда, гони звезда, привет моя!» Владимир Миллер – солист Мариинского театра, и его выступления проходят с разными хоровыми коллективами, но Оптина пустынь для него особенно дорога. «Все достаточно грамотные, хорошие музыканты могли бы взять ноты, открыть их, спеть, и вроде бы что еще нужно? Но здесь всегда идет кропотливая работа. Александр Семенов – художественный руководитель, он знает, что он хочет, знает, как этого можно добиться, и благодаря этому имеем мы такой достойный результат. И во многих странах, во многих городах многие люди хотят слышать от коллектива еще и еще». В аплодисментах недостатка не было. Днепропетровская публика с большой радостью оценила высокий музыкальный уровень хора и ту особую благодать, которую несут в себе каждая нота древних песнопений и лирические народные песни. По завершении же слушатель долго не отпускал коллектив со сцены. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, во вторник, 26 мая, перенесение мощей преподобно-мученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца, жившего в 17 веке. В среду, 27 мая, празднуем День памяти преподобного Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского, святого 12 века. В четверг, 28 мая, вспоминаем благоверного царевича Дмитрия Угличского, убиенного в конце 16 века. В субботу, 30 мая, Троицкая родительская суббота, а в воскресенье, 31 мая, Православная Церковь празднует День Святой Троицы. Всего доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok